Всем привет ребята, с вами снова Хик и у меня для вас кое-что интересное. В этом видеоролике мы детально с вами рассмотрим комнату Джимми де Санто и узнаем о всех пасхалках секретов в этой темной комнате задрота. Присаживайтесь поудобнее и поехали. Перед ходом в саму комнату нас встречает табличка нового Enter, что в переводе означает не входить. Что характерно совершенно для любого подростка, чтобы его комнату не входили. Нормально идем дальше. Сразу же справа за дверью мы наблюдаем пустую баночку с пранка. Да-да это тот самый напиток, который так любит употреблять CJ из GTA San Andreas. На противоположной стороне двери мы видим мини-постер группы BBQ Spades Flight. К сожалению о ней мало что известно, но также по городу можно наблюдать и другие постеры данной группы, но уже с датами их концерта на Вайнвуд Болв. Правая стена Джимми расклеена разными постерами видеоигр, фильмов и анонсами групп. И давайте же их посмотрим. И первый постер игры Drag on Six. Она доступна для игровой консоли X Sorbio 720. Прямо над ней расположился плакат с цитатой из одного американского фильма «Softly Softy Catchy Monkey». В оригинале цитата звучит намного иначе, например вот как вот «Softy Softy Catchy Monkey». И взята она из американского фильма «Таинственный мистер Мотто» 1938 года производства. Озвучил ее актер Ластер Мэтьюс. Идем дальше и видим огромный постер любимой игры Джимми – Righteous Looter 7. Также игра выпущена была только на консолях X Sorbio 720. Суть по геймплею она больше напоминает и такие игры, как Doom, Duke Nukem, Serious M, ну и чуть-чуть Call of Duty. Часто можно видеть моменты, когда заходишь в каком-то джиме, именно в эту игру он и играет. Чуть ниже огромного постера мы видим небольшой плакатик фильма про зомби, выпущенный в 1981 году компанией Richard Majestic. Разумеется, фильм этот про зомби, про зомби Вайнвуде. В общем, обычный фильм старенький, уже довольно-таки. Также здесь красуется еще один постер фильма – The Redeemer. Классический фильм, снятый в 1989 году в главной роли которой является Аль Динапали, известный актер во вселенной GTA, появившийся в дополнении Гея Тони и Гранзов Авто 5, естественно, он там появился, как же иначе-то. Сам же фильм является пародией на классические фильмы 80-х годов, таких как серия фильмов Рэмбо, фильмы с Арнольдом Шватценеггером, в общем, боевики такие жесткие, с накачанными мужиками и прочее того. На одной из верхних полок можно наблюдать всякое барахло из техники. Средний сабвуфер, колоночку, старую клавиатуру, планшет, принтер и компьютерную мышку. Вторая полка тоже забита всяким хламом, справа CD-диски музыкальные, слева же журнальчики, возможно, эротического содержания. Я Джимми, Джимми Шалун. Нижняя полка уже чуть более интересней. Здесь мы видим, прежде всего, коллекцию неизвестных нам журналов, фото мужика, но об этом чуть позже, устрашающая маска, а за ней джойстик для авиасимуляторов и пистолет-джойстик. Помните ту самую игру из детства? И снова полочка с дисками, с одним эртичьим журнальчиком, с блокнотиком с ручкой, с каким-то аудиомикшером и шар предсказаний, где написано, да, у тебя все получится. Возле огромного плазменного телека мы можем наблюдать большую коллекцию CD-дисков таких исполнителей, как OG Lock и Mad Dog. Кстати, у Джимми в комнате и вправду очень много дисков OG Lock. По всей видимости, он является большим фанатом его творчества. А еще мы видим журнал Residue, журнал прямиком из дополнения о геотонии, четвертую часть GTA, который сообщает о новостях в музыкальной и клубной сцене. Ну и разумеется, комнату украшает огромнейший плазменный телек. Под самим же телевизором мы видим большое скопление аудиотехники, плюс вот та самая консоль, в которую и играет Джимми. Дополнительный геймпад для приставки. На левых полках мы также наблюдаем большое скопление CD-дисков, геймпад дополнительный и вот все диски, которые находятся под геймпадом, это вся коллекция дисков OG Lock. Капец, да? Чуть выше на полке снова журналы, пистолет-джойстик, старый корпус соцсистемника, джойстик для авиасимуляторов, семейный альбом. Снова гребаные журналы! Вообще без комментариев, сука! А здесь мы видим недоеденный кусочек пиццы, спранк, фото мужика, демонстрирующий на себе шубку известного бренда одежды Gooder & Blood и макбук компании iFruity. Переходим к другой части комнаты, и тут нас сразу же встречает огромный комбик, а позади него желтый скейтборд. Чуть выше можем наблюдать огромный плакат Rock Radio, любимая радиостанция Джимми. Подойдем ближе и видим, как солнечный свет пытается попасть в комнату Джимми, но на его пути встают красные огромные шторы вплоть до самого пола. Нахрен вообще за дроту солнце. Все верно. Над рабочим местом Джимми мы видим снова несколько плакатов с анонсами выступлений музыкальных групп. И первый плакат Rock-группы Sorry Come On. Выше него афиша с анонсами другой музыкальной группы Angrish Cornhole. А слева довольно таки интересный плакатик. Одно из телевизионных программ на канале Wizzle. И это передача о том, как мужчины поглядывают за полураздетыми женщинами на пляже. Теперь давайте рассмотрим рабочий стол Джимми. И тут сразу же мы видим принтер, наушники, органайзер с всякими констоварами, беспроводная мышка, клавиатура, фирменный коврик от iFruit, поставка для смартфона, записная книжка, какой-то альбом, светильник, колонка, жесткий диск, журнал Residue, салфетки для дрочки, календарик, баба, а это монитор. Ну и закрывает наш сегодняшний показ данной комнаты, это электрогитара, уж сильно напоминает Epiphone Les Paul. Да, спасибо тебе. Но не в точь-точь, конечно, но есть что-то похожее, согласитесь, и рядом с ней средненький комбик. Ну и разумеется, это огромная прекрасная красная двухспайльная кровать на всю комнату, на всю его жирную задницу. Ну вот как-то так, теперь ты знаешь больше. А если тебе понравился данный видеоролик, то почему бы не поставить лайк, подписаться на канал и жмякнуть на этот чертов колокольчик? Тогда ты точно не пропустишь новое видео. А с тобой был Хик, удачи тебе, мой дорогой друг, хорошего дня, учись хорошо, слушайся родителей. Господи Иисусе, как я всего много пожелал, больше, чем твоя бабушка на день рожденье. Молодец я! Ух! Пока! 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 지도й Субтитры создавал DimaTorzok